Административной искрой требований Чупронова Павла Вячеславовича удовлетворить признать незаконным отменить решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Черная Речка. А 4 августа 2019 года о регистрации Чупронова Павла Вячеславовича, кандидата на дистанцию муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа Черная Речка 6-го создано по многомандатному избирательному округу номер 2. возложить на избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Черная речка» обязанность зарегистрировать Чукленова Павла Вячеславовича кандидатным депутатом Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа «Черная речка» Школа Созыба по многокомандатному избирательному округу номер 2 обратить настоящее решение суда к немедленному исполнению. Решение может быть обжарено в Санкт-Петербургском городском суде путем подачи эксплуатационной жилбы через Приморский район Суд Санкт-Петербурга в течение пяти дней за дня принятия настоящего решения. Судебное заседание окончено. Решение суда будет изготовлено сегодня. Можно получить курс для начиная с завтрашнего дня. Так, административный степ. В случае неисполнения ответчиков решения суда получаете исполнительный лист и, соответственно, идете в службу судебных приставов. Кандидаты Единороссы подают на избирательные комиссии иск о том, что избирательная комиссия незаконно зарегистрировала кандидатов либо кандидаты Единороссы ищут какие-то причины в социальных сетях кандидатов. Например, у Даниила Кена нашли логотип Единой России. Как-то все это завязали и по итогу за авторские права и что-то еще его сняли. Сняли ему регистрацию кандидата. То есть способы абсолютно разные выбираются. И, естественно, это нечестное состязание, это нечестная борьба, это нечестное соперничество между кандидатами. Хочется уже признать эти выборы фарсом и хочется, чтобы всех кандидатов независимых зарегистрировали. Хочется, чтобы действительно были кандидатами на муниципальных образованиях реально те, кто там живет, те, кого беспокоят местные проблемы и все прочее. Но, к сожалению, там больше 300-400 кандидатов по Петербургу, они не зарегистрированы, сняты по каким-то таким причинам. Здесь проходило у меня сейчас заседание, мы только что пришли с него. Оно второе. Я второй раз подал иск на избирательную комиссию Черная Речка. Они меня второй раз незаконно зарегистрировали. То есть первый раз они зарегистрировали меня, отменив собственное решение о отказе мне от регистрации, а это у них, они не могут отменять собственное решение. А второй раз они меня зарегистрировали с отсутствием кворума. То есть они планировали зарегистрировать меня с отсутствием кворума. Выдали мне удостоверение, но у них пошло все не так, как они хотели. Мы все это засняли, зафиксировали на видео. Я подал иск первым, а они, видимо, ожидали, что... Они специально позвали кандидатов-единороссов на то заседание, где меня регистрировали, по решению суда первого. Для того, чтобы потом эти кандидаты-единороссы, на мой взгляд, подали иск на ИКМО, который зарегистрировал меня без кворума, для того, чтобы снять меня перед выборами. У них это не получилось, я подал иск первой. Этот иск я выиграл, и судья это обязала уже ИКМО не рассмотреть решение о моей регистрации, как это было в первый раз, а именно зарегистрировать меня кандидатом. Ну и, как я понял, судья мне порекомендовала взять исполнительный лист, чтобы приставы пришли и проконтролировали это, скажем, решение суда. Я, честно, не знаю, как это будет делаться. То есть я примерно представляю, что, видимо, приставы должны узнать адреса членов с решающим голосом избирательной комиссии «Черная речка». Они должны к каждому прийти на адрес, каждого, видимо, должны выволочь и доставить в избирательную комиссию, закрыть дверь, чтобы Коваленко в очередной раз, Ольга, не вышла, как она это сделала на последнем заседании, из-за этого было отсутствие кворума. Чтобы никто из них не вышел и проследить, проконтролировать, чтобы они меня зарегистрировали. Ну, к сожалению, видимо, примерно такой абсурд будет происходить. Для того, чтобы просто я получил регистрацию уже за две недели до выбора. Вот. Никакой агитации, к сожалению, я не успел провести, потому что вынужден был писать жалобы, писать заявления, писать иски в суд и в другие инстанции. Для того, чтобы просто отстоять свою регистрацию, которая изначально не была законна. То есть я просто уже из принципа хочу попасть в бюллетень, потому что я имею право, я все правильно сделал. На должности муниципального депутата первое, что я хочу сделать, это личная, так скажем, наверное, моя заинтересованность. То есть последние годы я пытался попасть на заседание местных депутатов. К сожалению, они публиковали только фотографии о том, что они заседают на своем сайте с какими-то бабушками, с какой-то там гречкой чаем, вот. Но в реальности предварительно узнать, где будет проходить заседание, не имело никакой возможности, потому что они нигде это не публикуют, потому что я это нигде не нашел, вот. И первое мое действие – это максимальная публичность, максимальная прозрачность о том, где проводятся заседания местных депутатов. Я хочу сделать прямые эфиры для того, чтобы эти заседания смотрели те местные жители, которые не могут, но хотят узнать, о чем их избранники, их, так скажем, местный парламент дискуссирует, что он принимает, какой местный бюджет он принимает, за что он голосует, кто как голосует – это очень важно. Наша команда «Черная речка» выступает против реновации. «Черная речка» – это похоже на чистые пруды, только в Петербурге. То есть есть чистые пруды в Москве. «Черная речка» – это такая же малоэтажная муниципалитет, где своя атмосфера, где есть двухэтажные дома, где есть набережная, где есть исторические здания 19 века. Там никакой застройки многоэтажной не пахнет. И, на мой взгляд, то, что сделают ту реновацию, которую проведет «Единая Россия», она пойдет не на пользу «Черной речки». Если реновация и будет какая-то, то она будет явно не от «Единой России», и тогда уже будем смотреть, будем за нее или против, или за. Ну, я верю в перемены, я верю в то, что когда-нибудь наступит «Прекрасная Россия будущего», и, возможно, «Черная речка» будет. Это один из тех муниципалитетов, где зажгется искра о наступлении «Прекрасной России будущего».